МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 2 сентября 1945 года японская делегация на борту американского линкора Миссури в Токийском заливе подписала акт о безоговорочной капитуляции. Вторая мировая война, частью которой была и Великая Отечественная, завершилась полным поражением и капитуляцией тех, кто ее развязал. 3 сентября отмечается День воинской славы России, День окончания Второй мировой войны, который был учрежден 3 сентября 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР как День победы над Японией. В памятный день в гимназии номер 18 города Черкеска прошел урок Второй мировой войны. Родина, прощай! На стенах написали. Свой долг исполнят до конца, сыны твои. В сентябрь 1941 года враг подошел к столице. Гитлер придавал исключительное значение захвату Москвы. Он полагал, что стоит только его войскам войти в Москву, и советский народ будет покорен. Но этим планом не суждено было осуществиться. Развалины и пепелы, здесь все живое выжжено до тла. Здесь жизнь и смерть сошлись на поле боя. На свет и мрак огромный мир делят. Священной местью павшего героя Здесь дышит раскаленная земля. Пусть против нас здесь тысячи орудий На каждого десятки тонн свинца. Пусть смертны мы, пускай мы только люди, Но мы верны от чизни до конца. Где все смешалось в этой круговерте? Огонь и снег, пыль и свинцовый град. Кто уцелеет здесь до самой смерти? Не позабудет грозный Сталинград. В результате битвы на Курской дуге стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной армии. 50 дней шли ожесточенные бои на земле и в воздухе. Учащиеся гимназии вспомнили все этапы мировой войны. Подробно рассказали о конференциях лидеров антигитлеровской коалиции, где было принято решение о вступлении СССР в войну с Японией. В ходе мероприятия ребята увидели 10 всемирно известных фотографий, относящихся к разным годам войны, и узнали об основных событиях в Советско-японской войне. Наш урок «Побег» подошел к концу. Сегодня мы соприкоснулись с историей нашей страны, но сколько бы десятилетий еще не прошло, мы вновь и вновь будем возвращаться к тем памятным событиям. Помните о том, что вы увидели и услышали на нашем уроке. Помните о том, что мы с вами живем на земле благодаря подвигу великого народа. Патриотическое воспитание подрастающего поколения это не только воспитание любви к родному дому, семье, школе, родной природе, культурному достоянию своего народа, своей нации, толерантного отношения к представителям других национальностей, но и воспитание уважительного отношения к труженику и результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символики. В этом году наша страна отмечает знаменательную дату. Это 75 лет Великой Победы. И, конечно, данная дата, она обносит трепет не только в сердца старшего поколения. В нашей стране вообще в последнее время большое внимание уделяется патриотическому воспитанию школьников. А если говорить о нашей гимназии, то данное направление всегда было у нас в приоритете. Всегда мы занимали очень ведущие места в различных конкурсах именно по патриотическому воспитанию школьников. Ну, если говорить о сегодняшнем мероприятии, то, конечно, это очень важно для нашего подрастающего поколения, потому что в последнее время многие источники информации пытаются исказить те события, которые были в этой трагической истории нашей страны. А в частности хотят снизить роль Советского Союза именно в победе над фашизмом. Поэтому, конечно, данное мероприятие, это очень важно для наших детей. Самое главное, мы должны воспитывать любовь к нашей стране, к нашей Родине, потому что если гражданин не будет любить свою страну, то и о каком сильном государстве может идти речь. Данное мероприятие мы готовили в течение нескольких дней. И это, ну, нельзя сказать, что это была долгая прям работа, что дети заучивали какие-то стихи и так далее. У нас всегда эти готовые наработки есть, потому что всегда мы участвуем во всех мероприятиях касательно патриотического воспитания. И я горжусь и за свой педагогический коллектив, и за наших учащихся, что они всегда отзываются, что всегда на высоком уровне у нас проходят эти мероприятия. И в дальнейшем тоже, конечно, мы будем работать в данном направлении. У нас с 1995 года, когда был директором Юрий Леонидович Данильченко, которому мы открыли мемориальную доску, вот он, вот здесь он перед вами, он особое внимание и весь коллектив настроил, и нас настроил на детей только, чтобы мы занимались. Через патриотическое воспитание идет все воспитание детей. И на протяжении многих лет наши дети участвовали во многих мероприятиях, городских, республиканских, а также очень много мероприятий было внутри школы. На протяжении тоже многих лет школа наша занимает по патриотическому воспитанию, по месячнику оборонно-массовой работы только призовые места. Последние два года Управление образования поощрили путевкой наших детей за эти первые места, и мы были в клуб выходного дня в Донбайе. В этом году и в прошлом году мы были. И мы участвовали на восхождении с лед перевалы Кавказа. Среди регионов, среди 13 регионов мы заняли третье место. Это для нас очень почетно. Наши дети очень любят и коллективы любят. Через патриотическое воспитание у нас все, ну, все воспитание проходит. Поэтому мы с удовольствием очень большие планы мы строим и на будущий год. Мы продолжаем в этом направлении. Буквально перед карантином вот мы выставку чемоданов организовали. Это было посвящено 75-летию Победы. Дети и родители в том числе с удовольствием делали. Эта часть именно показали мы вам пять битв, а так у нас 35 чемоданов было. Поэтому в дальнейшем, конечно, мы работу эту ослабевать не стараемся, не пытаемся. И, конечно, в связи с карантином мы тоже продолжали работать дистанционно. Хотелось бы пожелать в дальнейшем всем жителям города и всем, 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 которые крепкого здоровья, чтобы мы работали в дальнейшем и занимались этой работой. Сегодня, 3 сентября, приуроченные к 75-летию окончания Великой Отечественной войны, во всех школах города Черкеска проходят такого рода мероприятия, как мы сегодня с вами посмотрели в 18-й гимназии. Более 70 крупных мероприятий. Это не считая того, что идут классные часы, тематические вечера, проводятся учителями города Черкеска. Вы сами стали свидетелями, что на 3 сентября дети наши уже читали наизусть стихи о войне, уже из истории о войне рассказали. Это все говорит о том, что мы не просто точечно занимаемся этим данным вопросом, а планомерно занимаемся именно глобальным воспитанием по патриотическому направлению. Всероссийская акция «Урок Второй мировой» призвана укрепить представление молодых граждан России о роли победы в Великой Отечественной войне для победы антигитлеровской коалиции над фашизмом во Второй мировой войне. Важнейшая задача урока — не допустить фальсификации истории Второй мировой войны, ее геополитических итогов и воспитать в молодых людях понимание истинного значения событий прошлого. Субтитры создавал DimaTorzok